Привет, друзья! Сегодня хотел бы вам рассказать про вот этот фонарик JetBeam T4 Pro, который я приобрел в Китае на сайте GearBest для моего знакомого в качестве подарка. Хотел аналогичный фонарик приобрести у нас в стране. У нас в стране цена на него заоблачная, просто космос. Он и в Китае стоит недешево, ссылочка на него будет под видео в описании, но у нас просто беспредел. Кстати, брал я его в магазине GearBest, и в GearBest он стоит на порядок дешевле, даже чем на том же Алиэкспресс. Можете посмотреть, если вы мне не верите. Данный фонарик у нас идет на светодиоде Cree XHP50, есть еще Cree XHP70, это одни из самых мощных светодионов на данный момент. Поставляется он коробочка в коробочке, все красиво, все замечательно, на подарок очень даже достойно. Итак, что у нас внутри? Куча различных памяток, инструкция на китайском и на английском, сам фонарик и различные аксессуары. К ним относятся вот такая кобура из полиэстера на липучке, которую можно без проблем повесить, например, на пояс с фирменным логотипом. Внутри кобуры лежит селикогель-поглотитель влаги, запасное уплотнительное колечко, вот такой вот хлястик, чтобы можно было повесить фонарик на руку, и вот такой вот USB-шнур для зарядки самого фонарика. Вот так вот выглядит сам фонарик, довольно-таки увесистый, брутальный, держать его одно удовольствие. Что он из себя представляет? Впереди у нас идет закаленное антибликовое стекло, которое будет трудно поцарапать, как заявлено. Корпус фонарика выполнен из авиационного алюминия, и методом анодирования нанесено какое-то покрытие. Похоже что-то на soft-touch покрытие на пластике, но явно это не soft-touch. Очень приятное по ощущениям. Немного я с ним уже погонял, потестировал его для того, чтобы снять обзор, и он, по крайней мере, внешне никак не поцарапался, хотя были довольно-таки жесткие условия для его эксплуатации. Но поверхность никак не поцарапалась, не повредилась, то есть покрытие здесь реально качественное. При этом держать его очень приятно, он не холодный, то есть ледяного холода вот этого нет от алюминия, и практически не скользит в руке. То есть реально удобно его держать. Также мы видим в передней части кнопка у нас управления самим светодиодом, включение-выключение, сейчас я вам покажу. По бокам мы видим вот такие прорези, это радиатор для отведения тепла от самого светодиода, потому что светодиод у нас мощный, естественно ему нужен хороший теплоотвод. Теплоотвод со своей задачей здесь справляется, тепло отводит хорошо. Ну а с нижней части находится порт для зарядки самого фонарика, то есть сюда подключается как раз-таки наш кабель, подключаем любой USB-порт, хоть компьютер, хоть зарядник от смартфона, от телефона, от чего угодно, лишь бы был USB-порт, и заряжается. Единственное, что мне не понравилось, то что здесь нет никакой элементарной хотя бы даже резиновой заглушки. Хотя фонарик позиционируется как водонепроницаемый, до двух метров его можно погружать под воду, и ничего ему не будет. Но в принципе с этим я согласен, ничего страшного из-за этого порта не будет, единственное, туда может забиваться грязь, и вот как-то вот этот момент немножко они то ли проглядели, то ли сочли его не таким уж важным. Но повторюсь, что это не критично, конечно, это на работоспособность никак не повлияет, но все-таки было бы приятнее, если бы там хотя бы какая-то резиновая заглушка была. Рядом с портом находится светодиод, так называемый индикатор событий. Показывает нам, в каком состоянии находится аккумулятор во время зарядки, и когда зарядился, он тоже нам об этом сообщает. Далее у нас идет сама рукоять фонарика, которая имеет вот такую вот интересную перфорацию, что также не позволяет руке скользить по фонарю и держать его более удобно. Ну и в тыльной стороне фонаря находится у нас крышка, под которой скрывается аккумулятор. Кстати, аккумулятор идет, как вы заметили, наверное, уже в комплекте. Под резьбой мы видим такой красный силиконовый уплотнитель, точно такой же у нас есть запасной в комплекте. И внутри располагается литий-ионный аккумулятор на 5000 мАч. Это аккумулятор у нас не 18650, это у нас аккумулятор 26650. Ну и первым делом я, конечно же, проверил, соответствует ли емкость заявленной. И, как показала практика, да, соответствует, даже немножечко превышает. 5640 мАч мой зарядник без проблем снял с этого аккумулятора. Конечно, и заряжал, и разряжал он его очень долго. Емкость здесь просто нереальная. И что касается самой резьбы, то резьба у нас имеет здесь специальную смазку. То есть у нас наш колпачок без проблем и откручивается, и закручивается, и имеет приятный плавный ход, и никаких проблем с ним не возникает. Таких, как, например, в дешевых фонариках с Алиэкспресса, когда начинает резьба окисляться, заедать, плохой контакт происходит, фонарик то горит, то не горит и тому подобное. Здесь этого быть не должно, ну и пока, в принципе, и нет. Что касается заявленных характеристик, то у нас указано, что 2580 люмен выдает наш фонарик. В принципе, так оно и есть, потому что установлен светодиод KRI XHP50. Если посмотреть его технические характеристики, то да, эти характеристики заявленным соответствуют. Что касается времени работы, так как заявлено у нас, что в максимальном режиме, это в режиме турбо, когда светодиод работает на полную мощность, проработает он около одного часа. Но, друзья, это, конечно, зверская мощь, я вам далее это покажу. Конечно, сильно он светит, и вот один час в таком режиме он проработает без перебоя. В среднем режиме на 1000 люмен он проработает чуть более двух часов. В слабом режиме на 300 люмен 6,7 часа проработает. Ну и в самом слабом на 50 люмен проработает 85 часов. Что касается дальнобойности луча, то заявлено 286 метров, но по факту я могу сказать, что при тестах он у меня светил чуть подальше даже. Также у нас указано, что до 1 метра с высоты, до 1 метра он может падать и ничего ему не будет. И до 2 метров погружаться под воду он может. То есть вот такой вот мощный, практичный, тактический фонарик. Реально классная штуковина. А теперь про управление фонариком. У него имеется единственная механическая кнопка. Включение и выключение фонарика производится удержанием этой кнопки. Нажимаем, держим. Потом фонарик включается. Включается он в последнем режиме, в котором мы его запускали. Имеет он несколько режимов. Итак, переключение между режимами происходит кратковременным нажатием. Первый режим самый слабый. Далее нажимаем, включается средний режим. Далее включается максимальный. Ну а затем включается турбо режим, которому и достигается значение 2500 люмена. То есть это реально мощный свет. Сейчас, конечно же, у меня здесь включены и софтбоксы, и основное освещение. И этого видно не будет. Да и камера подстраивается. Сейчас я вам покажу ночные съемки, где все это будет хорошо видно. Также у фонарика имеется два дополнительных режима. Это стробоскоп и SOS. Включаются они двойным нажатием на кнопку. Нажимаем два раза, включается стробоскоп. Еще два раза, включается SOS. Ну и выключаем фонарик удержанием кнопки. Сперва я проводил испытания на открытой местности. То есть, как видите, фонарик работает довольно-таки хорошо. Разные режимы работы заметны. И видно, что у фонарика имеется hotspot, довольно ярко выраженный. То есть это центральный свет. И также видим, что имеется боковая засветка. То есть мы видим вперед далеко. И также мы видим, что происходит по бокам. Вот самый слабый режим. Камера его почти не видит. Средний, максимальный и турбо режим. В турбо режиме фонарик, конечно, долбит просто колоссально. Опять же, камера везде подстраивается. Вот, например, столб, который находится на удалении 50 метров примерно от меня. Без проблем его освещает. Дорогу вдаль видно. Вживую могу сказать, что видно намного дальше. Ну а теперь тест сравнения фонарика с дальним светом автомобиля Lada Vesta. В Lada Vesta используются H1 и H7 лампы. Светят они одновременно. И смотрите, какая разница. В принципе, разницы особой нету. Есть только разница в цветовой температуре. Фонарик, он просто чуть похолодней. А так, что по дальности, что по охвату, практически разницы нет. Но у автомобиля все-таки две фары, а фонарик один. Ну, разница все-таки не сильная. Ну а теперь сравнение с самым популярным фонариком на Алиэкспрессе. На светодиоде XML T6. Самая распространенная ходовая модель. Неплохая вещь. Делал на него обзор. В принципе, мне очень нравится. Но, как говорится, все познается в сравнении. И посмотрите, какая разница достигается. То есть, включаем Jet Beam. И включен фонарик на диоде XML T6. И давайте посмотрим. Разница, конечно, колоссальная. Вживую эта разница еще более заметна. На XML T6 на камеру практически не видно, потому что она все время подстраивается. Полностью на автоматике камера работает. Глаз так быстро не реагирует, не подстраивается. Поэтому вживую разница еще более сильно заметна, нежели сейчас для вас на экране. Фонарик на диоде XML T6 практически не видно. Видно только фонарик Jet Beam. Что касается дальности луча, то вот, например, здание находится от меня порядка где-то 200 метров. И, как видим, освещается фонарем довольно-таки неплохо. Но видим, что фонарь еще и боковой засветкой цепляет забор, на который камера также подстраивается, подстраивает диафрагму. То есть, живую, опять же, здание было видно лучше, нежели через камеру. Ну и, как видите, даже на незначительно освещенном участке видим, что луч хорошо далеко бьет, а на темном, ну, практически он 200 метров, он добивает только так. На практике же луч без проблем добивает примерно до 500 метров. Вот пример вам, когда я снимал в открытой местности, впереди еле заметно здание, которое попадает под лучи фонаря. Но, поскольку здание далеко, камера старается подстроиться под боковую засветку луча, то есть, на траву настраивается она. Здание же вживую видно довольно-таки хорошо, а вот на камеру уже не так это заметно. То есть, отметку 500 метров лучше преодолевает безо всяких проблем. Особое преимущество фонарик JetBeam имеет в замкнутом пространстве. Благодаря тому, что у него есть ходспот, то есть, центральное яркое пятно, он светит по коридору далеко, но и за счет боковой подсветки мы видим, что происходит по бокам и видим, что над нами и под нами. И для наглядности, опять сравнение с фонариком на диоде XML-T6, который не имеет ходспота, имеет равномерную подсветку. Вот как это выглядит в коридоре. То есть, мы видим стены, потолок и пол, но не видим, что впереди. С фонариком JetBeam все совсем наоборот. Мы видим, что и впереди, и по бокам, и на потолке, и на полу. И опять же, и на открытой местности, и в замкнутом пространстве фонарик JetBeam выигрывает намного у фонарика с равномерной подсветкой. Фонарик на светодиоде XML-T6 имеет принудительную фокусировку луча. Если мы сужаем луч, естественно, фонарик у нас начинает светить дальше, но при этом пропадает боковая подсветка. То есть, мы не видим, что происходит ни сбоку, ни сверху, ни снизу. Конечно же, это неудобно. Опять же, JetBeam освещает все и вдалеке, и по краям. То есть, JetBeam, конечно же, выигрывает по всем параметрам. И по яркости, и по углу обзора, и по комфорту, и по удобности использования. Так что, в итоге, фонариком я остался очень доволен. Думаю, человек, для которого предназначен этот фонарик, тоже будет доволен. Производитель, применяя для изготовления фонаря передовые технологии и хорошие материалы, добился колоссального результата. Фонарик у него очень удался. Если кто-то скажет, что цена на него завышена, я, конечно, не соглашусь. Да, цена не маленькая, но почему она такая высокая? Ну, во-первых, посмотрите по аналогичным характеристикам фонарики в нашей стране. Вы поймете, что этот будет реально дешевле стоить. Во-вторых, здесь у нас стоит передовой светодиод, очень качественные материалы. И самое главное, у нас стоит здесь качественный аккумулятор. Аккумулятор, кстати, будет стоить тоже недешево. Учитывая его емкость и его технологию изготовления, этот аккумулятор будет занимать практически чуть ли не половину стоимости самого фонарика. Многие фонарики на Алиэкспрессе на том же продаются без аккумуляторов, либо поставляются, которые в комплекте аккумуляторы просто полный шлаг, которые и до 1000 мА емкости не дотягивают, не имеют ни защиты, ничего другого. То есть, даже к самому дешевому фонарику придется покупать хороший аккумулятор, чтобы он мог нормально функционировать и долго не садился. Так что данный фонарик приобретения я могу вам смело порекомендовать. Если вы его будете приобретать, ни в коем случае вы не останетесь разочарованными. Фонарик реально классный. На этом у меня, друзья, в принципе, все. Кому видео понравилось или было просто интересно, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно на канал. Не забывайте про группу ВКонтакте. Делитесь этим видосом со своими друзьями. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok